Продолжаем. Наши уличные сегодняшние тесты подходят медленно, но верно к своему логическому завершению. И, как я называю этот нож, походный кухонник, нож-рысь, производство мастерской Кашулина Данила Сергеевича, предоставлен автором ножа, здесь даже надпись «Заруба-2017». И Паша только что сказал, что нож выглядит просто прекрасно, если убрать только вот эту вот гравировку непонятную из клинка. Давай, твои впечатления. Мне этот нож, как только я бы взял в руку, сразу напомнил известный дизайн спайдерка. В руке сидит плотно, никуда не девается. На рукояти здесь стабилизированная карельская береза. Очень интересно. Справился с задачей, все отлично. Претензий нет. Опа! Здесь вообще нареканий нет. Это же двойная у нас на самом деле сколько? Три раза всего мы прорезали двойную? Или два даже? Два. Два. Так, режем. И теперь режем. Не прилагая никаких усилий телом. Но это просто сказка. Не это самое. Не говори гоп, давай рубанем. Ну, отрубил часть этой табуретки. И где-то, ну будем считать, середину точно взял. Честно сказать, мужики, боюсь просто, уже боюсь коцнуть. Ну, половину твердо запишем. Вот здесь. Вот еще один момент истины. Вот за что я люблю свою работу. За то, что у нас очень часто какие-то моменты истины случаются. Здесь момент истины будет с этим ножом. Во-первых, будет ли крутить или нет при... Будет ли крутить рукоять или нет при строгании. И во-вторых, выдержит ли он силовые нагрузки. Ну, я скажу честно, чувствуется, конечно, что нож по сравнению со своими соперниками, он очень легкий, самый короткий в зарубе клин. Если мне не изменяет память, здесь ровно два сучка здоровенных пошло. 130... 136, что ли, миллиметров. Поставь на паузу. Туда? Ну... Из-за того, что у меня... Ну, клинок действительно короткий, глаз уже слегка устал, ведь здесь я начал уходить выше от сучков, я, конечно, очень сильно врезал пальцем большим. Нереально, я вот это делаю, у меня сердце кровью обливается, Потому что я понимаю, насколько конкретно к этому ножу это просто варварство и бессмысленное совершенно варварство. Сразу вспоминается один анекдот и плачу. О, ну посмотрите, на самом деле здесь половину ударов я делал вот в эту зону. То есть это просто было в каком-то смысле такое мучение и лишних много телодвижений сделал. Ну пофигу на мне. Посмотрим. Вот теперь начинается то, ради чего весь сыр-бор разгорелся. Посмотрите, я даже его не с угла режу, я его просто режу как рубанком по всей плоскости. Потому что ни хрена, ребята, не крутит, нож работает. Посмотрите, как рубанок, как вам это вообще зрелище? Как кино. Да вы просто голодные уже оба и думаете о том, как бы пойти пожрать. Что, как-то я что-то ни разу об этом не заикнулся до сих пор. Да, уж не заикнулся. Это только телепат. Просто реально как рубанком. Ровненько. Потому что вот здесь и не крутят совершенно рукоять. Вот что я бояться, что будет кисть крутить. С учетом того, что предплечье уже... Надо же, что ты можешь остановиться, мы уже все поняли. Нет, подожди. Я могу. Что, завелся? Ты можешь. Но... Зрители скажут, до конца не сделал. Ну, это капец просто. Смотрите. Урок труда в начальной школе. Реально. Реально рубанок. Реально рубанок. Просто, просто... Я тащусь, когда я вот такими ножами работаю. Реально. Это просто кайф. Это как пострелять в тире. Это как пострелять в тире бесплатно, правильно Андрюха сказал. Это было просто железное уточнение. Прошу. Просто... Это просто какой-то капец. Праздник стружки. Он позволяет даже глубоко забираться. По-моему, реально энергетику тяпкал там за камышами. Да нет, он девочку ел просто проходящих мимо, как бы, все нормально. Зачет. Так, ну что. Вот это вот все. Вот это вот все добро мы увидели. Что у нас здесь получилось. И дальше самый сложный момент. Вот одна интрига была в том, будет ли нож крутить при строгании. Самая главная интрига заключается в том, убьется он или не убьется на... Так, подожди. Ну вот сначала, да. А то как-то не светит мне. На батонинке. Не бойся, дружок. Это не больно. Мне даже пофигу. Самое главное. Вот. Все. Ребята, зачет. Смотрите. Никаких искажений картинки. Клинок полностью выдержал. Это вот самое было мне... Самое страшное для этого ножа было. Это именно что... Я боялся, что на батонинге его просто нахрен оторвет кусок. Потому что очень... Очень тонкая... Очень тонкая здесь. Понимаете, это прямые спуски от обуха. Широкий клинок. И вот это место очень тонкое. Я думал, что если буду батонить, просто может вырвать кусок режущей кромки. Опа! Ну, совершенно остался палец у меня недосягаемый до режущей кромки. Он встал ровно в упор. И, конечно же, это чувствительно. Потому что, ну, здесь... Именно сталь есть сталь. Но рукоять совершенно травмобезопасна. Здесь даже без вариантов. Так. Ну что? Еще один момент истинный. С этим ножом вообще все не так просто. Опять же, широкий клин. Деликатный. Прямо скажем, для таких работ кончик. И посмотрим, что он из себя изобразит. Я чем больше переживаю за то, что я сломаю нож, тем агрессивнее я делаю работу. Ну, вот мы добились нужного результата. Смотрим. Нет, кромка целая. Кончик не ушел вообще. Все нормально. Ну, и теперь, по идее, должно быть все красиво. Как палку копченой колбасы. Просто безупречно. Абсолютно без усилий. С учетом того, как он сильно ел возит, так вот я... Да, мне как-то не верится, как-то так... Абсолютно без усилий. Вот. Не, на том, что без веса я вообще не понимаю. Да. Я рад. Я... Я знал, что он будет резать отлично, потому что это Кашулин, потому что это геометрия. Здесь вообще без вариантов, как бы еще до тестов. Я очень рад, что он остался живой. Это самое главное. Браво, мастер. И переходим к следующему. Ум... Ум... Абсолютно. Абсолютно. Ум... Продолжение следует...